Молился, думал о чем говорить, так много тем в голове было. Знаете, каждый раз какие-то новые откровения, хочется всем поделиться. И когда в этот раз молился, и Бог в последний момент просто показал, что нужно говорить о вере. Сейчас это насущная тема. Почему? Потому что то, что мы сейчас делаем, это шаг веры, серьезный шаг веры. И каждый из нас, когда он принял решение быть частью в покупке этого здания, то есть ему нужно просто делать шаги веры. И я хочу просто делиться откровениями, которые Бог давал мне, которые я практикую до сих пор. И я хочу говорить о том, как получать от Господа. Как получать от Господа. И тема моей проповеди называется «Познай Божьи пути или путь веры». Почему я хочу об этом говорить? Знаете, очень жалко, когда встречаешь верующих людей, которые занимали какие-то лидерские позиции, посты в церкви. И сейчас их с нами рядом нету, встречаешь их на улице, и они обижены, они ничего не получили. Они обижаются на церковь, обижаются на пастыря, обижаются еще на кого-то там, на каких-то людей, еще на что-то. И ты смотришь, как бы эти люди, они разочарованы. Разочарованы в людях, разочарованы в церкви и разочарованы в Боге. И вы знаете, я даже заметил, что есть такие люди, которые, они разочарованы, но еще продолжают ходить в церковь. То есть это говорит о том, что, ну, они, может быть, разочаровались в людях, но еще в Боге не разочаровались. Я хочу сказать, что если ты научишься принимать от Него, ты никогда в Нем не разочаруйся. И проблема вся в том просто, что люди не поняли и не узнали, как это принимать от Господа. И Бог желает давать. Отец желает давать. Для этого и пришел Иисус, чтобы давать. Он называет, он называется нашим родителем, отцом для того, чтобы давать. И желание любого родителя это давать. Аминь. Мы хотим своим детям давать, несмотря на то, как они себя ведут. Это желание любого отца и матери. Аминь. Хорошо. Очень мало времени у меня, поэтому, если вы будете внимательны, если у вас есть листочки, ручки, записывайте. Потому что те местописания, о которых я буду говорить, они просто помогут вам устоять, когда вы будете стоять в вере. И они мне помогают каждый день, когда я стою. Потому что Слово Божье говорит, что слова веры, они питают. Они питают. Они питают. И то, о чем я буду говорить сегодня, просто записывай. Потому что ты увидишь просто многие моменты, в которых ты просто, ты просто где-то просто не знал. Из-за того, что не знал, просто Бог проходил мимо. Из-за того, что не знал. Хорошо. Откроем евреям третью главу, седьмого стиха, начнем читать. И здесь написано. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал на лунный рот и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что не войдут в покой мой. Аллилуйя. Что мы здесь видим? Мы видим здесь, что Павел говорит об израильском народе, который не вошел в землю обитованную. Здесь написано восьмым стихом. Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения. Десятый стих. Заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, они не войдут в покой мой. Восьмнадцатый стих здесь написано. Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как ни против непокорных. И так видим, что не могли войти за неверие. Девятнадцатый стих. И что мы здесь можем увидеть? Люди становятся непокорны Богу из-за неверия. Перестают исполнять Слово Божье, не исполняют его, потому что не верят. Что Бог может что-то изменить. Написано, что люди заблуждаются сердцем. И почему заблуждались? Потому что сомневались. Сомневаются, это значит, они то верят, то не верят. То верят, то не верят. Из-за того, что верят или не верят, почему они сомневаются? Потому что не узнали путей его, не узнали, как же движется Бог, не узнали, каким образом он приходит. Что происходит во время тех обстоятельств, с которыми мы попадаем? Из-за того, что не узнали, написано, из-за того, что не познали путей его в день искушения, ожесточились их сердца во время ропота. И очень часто так происходит, когда приходят обстоятельства в нашу жизнь. Мы вместо того, чтобы разобраться и увидеть в Слове Божьем, что же сейчас происходит, где я нахожусь. Мы вместо этого смотрим на обстоятельства, начинаем роптать, ожесточается наше сердце. И вместе с этим мы пропускаем Божье благословение. Хорошо, какие выводы мы можем сделать из вышесказанного? Ропот – это грех, который приводит к ожесточению сердца. Поэтому, когда ты стоишь перед выбором говорить что-то, то подумай, что из тебя выходит. Потому что каждое твое слово неправильное, оно будет ожесточать твое сердце. Неверие, сомнение и ропот пришли из-за незнания Божьих путей. Из-за того, что люди не знают, что же происходит на самом деле. Хорошо, нам, как верующим людям или Божьему народу, очень важно знать пути Божьи. Аминь. Божьи пути – это пути веры. Слово Божье говорит, Евреям 11,6. А без веры Богу угодить невозможно, ибо всякий, кто приходит к Нему, должен знать, что Он есть, и ищущему Его лица воздается. Слово Божье говорит, каким образом мы получаем от Господа. Каким образом мы получаем от Господа? Через веру. Итак, пути веры. Римлянам 5 глава, с 1 по 2 стих читаем. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего и Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждою славы Божьей. Здесь мы видим, что верой мы получили мир с Богом. И написано, что когда мы получили с Богом мир, мы имеем доступ к Божьей благодати, к этим обетованиям, к этому наследству, которое принадлежит нам. И это приходит тогда, когда мы в своем сердце получаем мир в Божьих отношениях. Написано, что если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение. Аминь. И мое сердце как индикатор. И если есть какое-то осуждение, есть какая-то неправда в моем сердце, я сразу же поправляю свой светильник. Я сразу же прихожу к отцу и говорю, отец, прости. Если нужно простить кого-то, я прощаю. Потому что я понимаю, что если я не прощу, то меня простить никто не может. И отец меня не простит. А если он не простит, то как я тогда что-то могу получить от него? Поэтому я почитаю кровь Христа, я почитаю кровь Завета, и я прощаю этих людей, своих обидчиков ради Христа Завета. Ради крови Христа. Я почитаю. И если я обижаюсь, то другими словами, я не почитаю кровь Завета. Если я продолжаю обижаться. Хорошо. Написано, верой мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждой и славы Божьей. Верой мы получили мир с Богом. Верой, написано, мы получаем мир с Богом. Верой я принимаю это состояние своего сердца. Верой я принимаю, смотря в Слово Божье, смотря в Божье обетование, растворяя Слово Божье верой. Я принимаю эту позицию. Я принимаю Божье обетование в свою жизнь. Когда в наших сердцах мир, который мы получаем посредством веры, мы получаем доступ к Божьей благодати. Читаем дальше. Римлянам, 5 глава, со 2 по 5 стих. Здесь написано. Через которого верой получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славой Божьей. И не с ним только хвалимся, но и скорбями. Хвалимся и скорбями, зная, что во скорбе происходит терпение. От терпения опытность. От опытности надежда. А надежда не постижает, потому что любовь Божья издевает сердца наши Духом Святым, данным нам. В этом стихе я заметил, что здесь говорится о двух видах надежды. И здесь мы читаем второй стих. Написано. Верою мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. Надеждою славы Божьей. Здесь Павел говорит. Есть надежда славы Божьей. И дальше он говорит, хвалимся скорбями, потому что от скорби происходит терпение. От терпения опытность. От опытности надежда. И здесь я увидел вторую надежду. Надежда, которая от опытности. И между первой надеждой и второй надеждой есть промежуток. Есть определенные действия, есть определенные моменты или места, через которые нам нужно будет пройти. И вот эта первая надежда, это надежда славы Божьей. Это невидимая надежда. На чем мы начинаем строить нашу веру. И вторая надежда, которая видимая. Надежда от опытности. Я называю ее видимой надеждой. Это надежда, когда я уже начинаю видеть результаты своей веры. Но это произойдет только после того, когда ты пройдешь этот путь. И этот путь, он включает в себя скорбь, терпение, опытность и потом надежду, эту видимую. Хорошо. Наша невидимая надежда, то есть надежда славы Божьей, это Иисус, который воскрес. И который стоит за своим словом. Аминь. Иисус и есть слово Божье. И мы начинаем строить свою веру на слове Божьем. И мы должны строить, начинать свою веру на основании Божьего завета. Совсем недавно у меня были определенные обстоятельства. Я стоял в молитве, молился, получал от Господа. И очень сильно мне помогло принять от Господа понимание того, кто мы во Христе Иисусе. Понимание того, какой завет заключил Отец с нами. И мы должны понимать, что завет был заключен не с нами, а с Иисусом Христом. А мы со-наследники. И когда я прочитал эту историю про Монфемосфея, читали ее, да, про Давида. Где там написано, Второе Царство, если кто захочет, можете почитать, в 9 главе, там с 1 стиха написано. И Давид говорит, и сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоанна Фана. Завет, который был между Давидом, он был между отцом Мемфемосфея, между Давидом и Иоанна Фаном. И Мемфемосфей туда попал просто по благодати, потому что его папа заключил завет. И когда ему сказали, что да, есть такой сын Иоанна Фана, он хромой, вообще там где-то живет, непонятно где, побирается. И он его позвал, говорит, приведите его сюда. И когда его привели, первые слова, которые он говорил, этот Мемфемосфейн говорит, кто я? Я, говорит, пес. Я вообще не имею права здесь находиться. И нам очень трудно принимать от Господа. А знаете, почему трудно? Потому что мы смотрим на себя. И когда мы смотрим на себя, то кто мы? Мы такие грешные. Но когда я смотрю на Иисуса, то Иисус праведник. И Он получил это. А я в Нем. И я получил, если Он получил, то и я получил. И если Он получил, то и я получил. И вы знаете, я просто начал прокручивать эту историю. И я представляю себе, как будто я был этим Мемфемосфемием. И меня привели туда и посадили за царский стол. И появились люди, которые начали на меня смотреть и говорят, что ты тут сделаешь вообще, оборванец. Пришел сюда, сел. Ты кто такой? А Давид говорит, тихо, тихо, тихо. Значит, ему все богатство, которое было от Саула, все ему. Я там сохранил его. Дивиденды, которые это будет приносить, это теперь будет все ему. А ты, говорит, одевайся в лучшие одежды. Садись сюда за стол и будешь кушать только за этим столом. И жить будешь только в этом дворце. Потому что когда-то его отец заключил завет с Давидом. И он туда попал просто по благодати. И точно так же и мы попадаем туда просто по благодати. И мне стало легко просто принимать. Я говорю, да, я это имею. Я это имею. И я начинаю строить свою веру на том, что Иисус Христос уже сделал. А не когда-то сделает. Бог уже все сделал. Теперь наша часть верить. Теперь наша часть верить. Хорошо. Мы должны осознавать силу кровного завета. И когда мы ее осознаем, нам тогда легко принимать от Господа. Хорошо. И каким образом мы принимаем? Мы находим обетование, которое Бог обещал. Во Иисусе Христе. Начинаем в них верить. Если Христос получил, значит и мы получили. Аминь. Не когда-то получим. Мы уже это имеем. Иисус сказал, Отец благоволил дать вам царство. Аллилуйя. Марка 11, 23, 24. Иисус говорит, имейте веру Божью. Если скажешь, горе сей, поднимись и верьесь в море. И не усомнися, что сбудется по словам твоим. Будет тебе все, что не скажешь. И дальше он говорит, потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, с верою, верьте, что получите. В молитве с верою. Я становлюсь и в молитве получаю. Я получаю в молитве. Не тогда, когда увижу уже ее, эти обетования. А тогда, когда становлюсь на молитву, я уже это имею. И выхожу с молитвы уже с этим обетованием. Я выхожу с молитвы уже с миром в сердце. Как будто я уже это получил. Дальше написано. 1 Петра 1, 13 написано. Он говорит, совершенно уповайте, бодрствуя, то есть проводя время в этой благодати, проводя время в Слове Божьем, проводя время в присутствии Божьем, проводя время в Нем. Он говорит, совершенно уповайте, совершенно, без всяких там, я не знаю, без сомнений, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Хорошо. Мы увидели невидимую надежду. На чем мы строим? На Иисусе Христе. Аминь. На кровном завете, в который мы вошли по благодати. Вторая надежда, это видимая надежда. Почему я ее называю видимой надеждой? Марка 4 глава, где Иисус говорил в притче о Сеятеле, Он говорит, и сказал, «Царство небесное подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает сер, потому что настала жатва». И в этой притче видно, что для того, чтобы твоя вера принесла плод, для того, чтобы ты увидел какие-то результаты, есть процесс. И Иисус приводит пример того, что когда сеется семя, вначале появляется зеленый росточек, потом колос, и только аж потом полное зерно в колосе. И когда появляется полное зерно в колосе, тогда только посылается серп. Очень часто, очень часто происходит так, что мы увидели какой-то зеленый росточек, ну, например, молимся о своих родных и близких, да, и раз там у него вдруг появилось желание прийти в церковь, и он раз пришел и покаялся. И мы думаем, ну все, класс, покаялся, и опустили руки, и больше не молимся дальше за него, так как мы молились. Ну, он же покаялся, все. Но на самом деле это был только зеленый росточек, поэтому продолжай дальше молиться за его духовный рост, чтобы Бог начал открываться ему, чтобы он начал понимать. И я не знаю, то есть, как бы, ты можешь даже продолжать молиться, то есть, пока миссион не станет, я не знаю, там, проповедником, пастырем, пока миссион твердо не укоренится в Господе, но не опускай руки. Очень часто мы не дожидаемся просто. Посылаем серп, опа, росточек появился, класс, все, аллилуйя, слава Богу, порадовались, а потом смотрим раз, ничего не происходит. Что каялся, что не каялся, каким был, таким и остался. И здесь написано, что появляется видимая надежда. И видимая надежда, я просто, по чем я это узнал? Была ситуация в моей жизни, я когда-то судился с ГАИ, и был момент, когда я просто верил. Я стоял в вере, я ожидал от Господа, что Бог мне поможет, и когда я пришел на суд, судья меня разбомбила в пух и прах. И я оттуда вышел, и я иду, и дьявол мне говорит, кто ты? У тебя даже денег нету на адвоката, а сейчас тебе такой чек выпишут. Пять тысяч там за экспертизу, потом там, то есть, если ты там, то есть, если там, как бы, не докажут, что ты прав, то есть, еще штраф, а штраф в войне, потому что там сроки эти прошли там. И, в общем, я так иду оттуда, а мне в голове там уже суммы рисуются. И я иду, и у меня такой груз просто, я не знаю, как мне быть. Но я пришел просто, встал на колени, начал молиться и говорю, Господь, а я знаю, что ты меня любишь. Я знаю, что ты меня любишь. И мне все равно, кто эти люди, хоть президенты, хоть судьи. Я знаю, что ты меня защитишь. И когда я начал искать просто в Боге утешение, вдруг позвонил телефон. И мне просто позвонил адвокат, который говорит, я тебя в суде видел, у тебя какие-то проблемы. Я говорю, да, с ГАИ сужусь. Она говорит, я могу тебя защищать. Я говорю, ну и сколько будет денег это стоить? Она говорит, просто бесплатно хочу тебя благословить. Я говорю, да, слава Богу. И когда она мне это сказала, у меня появилась видимая надежда. Я подумал, меня не слушали, адвоката будут слушать. Адвоката будут слушать. Все. И когда она это сказала, моя вера умножилась. Когда я увидел эту видимую надежду, я хочу сказать, что Бог поможет тебе. Когда ты будешь стоять в вере, Бог поможет тебе, Он даст тебе видимую надежду. Придут благословения. Буквально недавно стоял в вере, ожидал просто от Господа сумму денег определенную. Молился, посеял семя. Верю, что Бог восполняет нужды. И я жду, проходит время, денег нету. И тут уже заканчиваются продукты. И последний сахар уже съели. И детям уже кашу едят с конфетами в прикоску. И мне жена говорит, слышишь? Я говорю, все, я пошел в общем на служение. И верю, что Бог восполняет мои нужды. Но мне нужна большая была сумма. И Бог благословил меня не той суммой, которая мне нужна была. Он благословил меня меньшей суммой. Но зато я домой пришел с сахаром. Я пришел домой с продуктами. И я увидел, что видимая надежда у меня появилась, что Бог заботится. Он мне сейчас дал эту сумму. А на следующий день пришла сумма, которую я просил в три раза больше. На следующий день. Только потому, что я верил, продолжал. Бог дал невидимую надежду. Бог показал. Я беспокоюсь. Я ищу пути, как тебя благословить. Хорошо. Увидели видимую надежду и невидимую. И теперь давайте проследим этот путь между невидимой надеждой и видимой. Через что же нам нужно будет проходить? И мы, когда будем это смотреть, каждый из нас может себя увидеть. Потому что мы каждый через это проходим. Римлянам 5 глава со 2 стиха. Написано, что через Иисуса Христа верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями. Павел говорит, мы хвалимся еще и скорбями. Ты можешь сказать, ну ладно, я понимаю хвалиться надеждой и славы Божьей. Я хвалюсь Иисусом. Я хвалюсь то, что Он сделал для меня. А при чем тут скорби? Он говорит, зная. Я хвалюсь, потому что я что-то знаю. Я сейчас начал себе выписывать все те местописания, где я встречаю слово знаю. Это говорит о том, что я должен что-то знать. Если я этого не знаю, значит я что-то пропускаю мимо. Он говорит, зная. Павел что-то знает. Поэтому он хвалится скорбями. Поэтому и мы должны что-то узнать про скорби. Аминь. Он говорит, хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения опытность. А от опытности надежда. А надежда не постижает, потому что любовь Божья издалась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Хорошо. Почему же Павел хвалится скорбями? Потому что он что-то знает. И мы попытаемся сейчас узнать то, что знает Павел. Рассмотрим, что говорит Библия о скорбях, что говорит Библия о терпении и что говорит Библия о надежде. Хорошо. Почему приходят скорби? Почему же приходят скорби в нашу жизнь? Ведь нас же зовут церковь, говорят, приди, так классно будет, Бог тебя благословит. Все хорошо. Мы тут танцуем, пляшем такие радостные, а домой приходим, давление. Многие в депрессии сидят и утешаются. Не Господом, а вином или пивом или еще чем-то. Дома сидят. В церковь приходят, вроде бы хорошо. Ну надо же вроде бы показать, что все хорошо. А кто-то уже и перестал ходить, был в депрессии. Луки 22, 31 здесь написано. Сказал Господь, Симон, Симон, сие сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Современный перевод этого местописания говорит так. Симон, Симон, берегись, сатане позволено испытать вас и отделить пшеницу от мякины. Он говорит, берегись, потому что будут испытания. Будут испытания. Откровение 2 глава 10 стих здесь написано. Я буду быстро, потому что здесь много местописаний. Вы записываете, потом дома просто проследите эти вещи. Это важно, понимаете. Это помогало мне стоять и получать от Господа. Это поможет и вам. Откровение 2.10 написано. Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе винить жизни. Он говорит, Бог предупреждает церковь. Он говорит, будут обстоятельства. Ты будешь как будто в темнице находиться. Не будешь видеть выхода. Он говорит, в это время ты будешь испытывать скорбь. И это будет для того, дьявол будет эти обстоятельства приводить в твою жизнь, для того, чтобы искусить тебя. Для того, чтобы тебя искусить. Он говорит, ну будь верен до смерти, и дам тебе винить жизни. И мы видим, что в период скорби приходит искушение. Именно в период скорби приходит искушение. А во время искушения происходит испытание нашей веры. Именно во время искушения. Кому ты веришь на самом деле? И вы знаете, искушение, или еще я называю это соблазн. Так же ж? Соблазн. И вот в Матфея 16, 23 там написано, когда Иисус сказал, когда Петр сказал Иисусу, Господи, не надо тебе идти на крест, Петр ответил ему, отойди от меня, сатана. И он говорил, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, а что человеческое. Он говорит, соблазны или искушения приходят тогда, когда думаешь не о том. Думаешь не о том. А о чем же нужно думать? О Божьем, а не о человеческом. И как же мы думаем о человеческом, когда мы смотрим на себя, когда мы смотрим на свои силы, когда мы смотрим, мы думаем, так а что мы можем? Мы ничего, разве я могу 8 тысяч гривен сдать на здание? У меня пенсия 800 гривен. Да, мы не можем, но он может мне дать, мне нужно только принять решение. Поверить ему, что если я буду выделять каких-то 100 гривен, каждый месяц, с той пенсии, для меня это будет жертва. Но Бог, я верю, что Он восполнит мои нужды. Я верю, что Он позаботится обо мне. И ты только прими решение, и ты увидишь, как деньги начнут приходить с других источников. Потому что у Бога есть свои деньги. Ему твои не нужны. Но Ему очень важно твое решение. Веришь ли ты Ему, что Он может? И твои дела веры будут начинаться с того, что ты начнешь действовать. С того, что у тебя есть. А Он умножит. Хорошо. Что необходимо делать в период искушений? Иакова, первая глава, с первого по четвертый стих. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати колен, находящимся в рассеянии, радоваться. Здесь так написано, оно говорит, радуйтесь. Прямо как приказывает. Радуйтесь. Ты скажешь, чему тут радоваться? Восемь тысяч тут нагрузили на восемь тысяч. Он говорит, радуйтесь. Дальше написано, с великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Кто там не может продемонстрировать великую радость? Я как-то думал, ну как это великую радость? А потом рекламу увидел, как вот бензин заправляют, и там квартира в Киеве, короче. Вот, квартира в Киеве. Квартира в Киеве. Представляешь? Вот представь, что тебе вот такое состояние у тебя должно быть, искушение приходит. О, великая радость. Вот представь, что ты выиграл квартиру в Киеве сразу же. Только приходит искушение, вот такое должно быть у тебя чувство. Великая радость. Великая радость. Говорит, с великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Зная, опять он говорит, вы должны знать что-то. Зная. Что же я знаю? Что испытание моей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вы знаете, во время искушения мы поддаемся искушениям только потому, что мы не хотим терпеть. Мы вообще не умеем терпеть. Я в больницу, к поликлинику, к врачу не ходил, потому что это же надо в очереди сидеть полдня. Ты приходишь в магазин, там очередь за колбасой, ты думаешь, я пойду лучше за 200 метров, там хоть без очереди. Что-то делать, только б не терпеть. Так же ж? Только б в очереди не стоять. Вера и терпение, это братья-близнецы, вера без терпения не работает. И когда ты принимаешь решение верить, тебе придется терпеть. Хочешь ты или не хочешь. И он говорит, ваше терпение должно быть совершенным для того, чтобы это терпение, оно произвело у вас совершающую работу. Оно произведет в вас определенные вещи. Внутри вас что-то произойдет. И ты чувствуешь, как ты, когда ты терпишь во время искушения, стоишь веря, ты чувствуешь, что Бог что-то производит. И вы знаете, именно происходит в момент, когда ты терпишь. Осуществляется именно в тот момент, когда ты терпишь. Именно в этот момент и осуществляется. Потому что вера есть осуществление ожидаемого. А когда ты ожидаешь, это же тебе нужно терпеть. Я ожидаю. Хорошо. 1 Петра, с 1 глава, с 3 стиха будем читать. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к живому упованию. Написано, что через воскрешение Христа из мертвых Он возродил нас к живому упованию, к живой надежде. Христос живой, и Он может мне помочь. Дальше написано, к наследству, нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Он возродил меня вместе с Иисусом к наследству. Каким образом? Силой Божьей, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Написано, что через веру Божью высвобождается сила Божья для спасения верующих. Если я верю, то эта сила высвобождается для спасения меня. Написано, которая придет в последнее время. Я раньше это местописание читал, я думал, ну последнее время, это, наверное, пришествие Христа. Но на самом деле, когда я взял современный перевод, там написано, перед концом времени. И я заметил, что мы очень часто Богу устанавливаем сроки. И мы говорим, Господь, если до этого времени не придешь, это конец. Это конец. Но это не конец на самом деле. Бог знает, когда конец. Люди могут говорить, что это будет конец. Но Бог придет вовремя, Он придет перед концом времени. И дальше Он говорит, о чем радуйтесь? О чем я радуюсь? О том, что спасение готово открыться. Оно готово уже открыться. Я когда это прочитал, готово, то есть оно уже надо мной нависло. Оно готово открыться. И поэтому я радуюсь. Поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Петр говорит, что да, есть период скорби. И есть этот момент, который приходит. Приходит давление. Тучи сгущаются. Темнота вокруг. Ничего не видишь. Не видишь выхода. Но Он говорит, радуйся. Потому что в это время спасение готово открыться. Ты же верующий. Спасение готово открыться. И дальше Он говорит, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя я в нем испытывал азота, похвали и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Он говорит, если ты будешь радоваться во время этих искушений, твоя вера, она способна будет пройти испытание. И ты увидишь самого Господа. Сам Господь принесет и явит свою славу. Ты скажешь, как я его увижу? Через исполнение его обетований придет чудо. Чудо произойдет в твоей жизни. Но тебе необходимо это делать. Если ты этого делать не будешь, чудо пройдет мимо. Чудо пройдет мимо. Написано, которого не видев любили, которого доселе не видя, но веруя в него, радуетесь радостью неизреченную и преславную. Я его не вижу, но когда я его славлю и благодарю, я демонстрирую свою веру во время этих искушений, во время этих испытаний. И я знаю, что именно в это время Бог идет ко мне, и ничто его не остановит. Аминь. 1 Коринфянам 10, 13. Здесь написано. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым и сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Он говорит, «Это искушение. Если оно тебя постигло, будь уверен, Бог даст тебе силы это все перенести. Но тебе нужно начинать терпеть». Аминь. Хорошо. Что еще происходит в период скорби? Иван Глебный от Иоанна, 16 глава, 20 стиха. Начинаем читать. «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрадаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». И когда приходит скорбь, приходит печаль. Так же ж? Хочется плакать. Жалко себя так становится. «Почему меня никто не жалит? Почему меня никто не видит? Никто не любит? Где же тот пастырь? Чего он меня не любит? Хоть бы пришел, хоть бы позвонил бы. Где тот лидер? Все забыли». Но я хочу сказать, что пастырь не твой слуга. Он слуга Божий. И он делает то, что Бог ему говорит. И может, это была Божья воля, чтобы он тебе не позвонил. Для того, чтобы ты что-то понял. И знаете, как один говорит, Иисус же за каждой овечкой гоняется. Да, за овечкой, но не за козлом. За овечками гоняется. За каждой, но не за козлами. И если я обижаюсь, то я просто не слушаю Слово Господа. Я не почитаю кровь Завета. Я не слушаю Слово Божье. То даже если я этого не делаю, то мне и пастырь даже не поможет. Хоть бы сам Архангел, Гавриил или Михаил пришел бы, ты все равно бы, он тебе не помог бы. Потому что вера от чудес не растет. Вера растет от Слова Божьего. Аминь. Хорошо. Написано дальше. Вы восплачете и возрадаете, а мир возрадуется. И обстоятельства. Окружающие люди в мире думают, ха-ха, смотри, ну что, получил? Не получил ничего. Радуются. А у тебя депрессия, тебе плохо. Да? Ну дальше написано. Женщина, когда рождает, терпит скорбь. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Написано, когда женщина рождает, она терпит. Мы должны понимать, что именно в это время, в период скорби я рожаю обетование. Аллилуйя. Я просто проанализировал. Ну представьте, если бы женщина во время родов бы так себя вела. Да все, хватит. Сколько можно терпеть? Все. Рвет на себе все там. А я обижаюсь. Мне ты такая несчастная. Мне так плохо. Нет. Она терпит. Так же ж? Потому что она знает, что сейчас происходит. Она терпит эту скорбь. И мы точно так же должны терпеть эту скорбь. Зная, что сейчас мы рожаем. Смотрите дальше, что написано. Он говорит, так и вы теперь имеете печаль. Он говорит, мы имеем печаль. Да, есть печаль. И вы знаете, бывают такие моменты, когда такая печаль, что аж спать хочется. Такая печаль, что вообще ничего не ходит. Телевизор, просто уйдите все. Вот так вот ложиться, короче. Ни пальцем не пошевелить, вообще ничего. Лежишь и все. Такое ощущение, как будто тебя побили там, я не знаю, танком переехали. Такая печаль. Спать хочется, глаза слепаются, хочется убежать куда-то. В Луке 22, 45 написано. Вставь от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. От печали хочется спать. В Библии все написано. Хорошо, читаем дальше. Иоанна 16, глава 2, старый стих. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять. И возрадуется сердце ваше. И радости ваше никто не отнимет от вас. Он говорит, именно в это время, когда печаль, он говорит, я вас увижу. Именно в это время я понимаю, что Иисус вместе с Отцом смотрят за мною. Именно за мною, наблюдая, что же я буду сейчас делать в этот момент. Люди во время печали впадают в депрессию. Они дают этой скорби просто развиться так просто в своей жизни, в своем сердце, что впадают в глубокую депрессию. Все виноваты. Все. Я никому не нужен. Но раз так, вы еще увидите, пожалеете обо мне. Ставят себе какие-то цели, принимают решения. Рвут просто всякие там обещания, я не знаю, еще что-то. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять. И возрадуется сердце ваше. И радости ваше никто не отнимет от вас. Он говорит, я смотрю за вами. И в тот день, говорит, именно в этот день, когда печаль, вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говоря, о чем не попросите отца во имя мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Именно в это время я продолжаю стоять в вере, благодарить Господа, что я уже это получил. Начинаю радоваться, потому что Иисус уже это получил. Если бы сам Иисус пришел бы и попросил бы, Бог бы ему ответил. То именно в тот момент, когда я попросил, сам Иисус пошел и попросил. Потому что Он есть мой первосвященник. Моего исповедания. До сели я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами. Но прямо возвещу вам в отце. В тот день будете просить во имя мое. И не говорю вам, что я буду просить отца о вас. Ибо сам отец любит вас. Потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я ишел от Бога. Именно в тот момент, когда я стою в период скорби, и славлю, и благодарю. И говорю, Господь, что спасибо тебе. Именно в этот момент я говорю, что, Господь, я верю, что ты любишь меня. Я верю, что ты благой Бог. Я верю, что ты, как бы я там себя не вел. Я верю, что ты почитаешь Кровь Завета. И я получаю это, потому что я верю в Кровь Завета. И я человек Завета. Потому что Иисус это все уже сделал. И когда я это делаю, но когда я начинаю сомневаться, я поддаюсь просто на уловки дьявола. И дьявол, он приходит во время этого давления. Его задача просто показать тебе, что Бог не может тебе ответить. И он все, что он делает, он оборачивает твой взор на себя. То есть ты на себя смотришь. А когда ты смотришь на себя, ты вспоминаешь, что ты вообще вчера целый день возле телевизора просидел. А утром вообще такого наговорил жене или маме. А на работе вообще развалы. И как ты вообще можешь верить? Как Бог может тебе помочь? И когда ты так на себя смотришь, ты понимаешь, что никак, никак. И печаль приходит еще больше, еще больше, еще больше. Дьявол рисует тебе картинки. Потом начинает говорить через родных и близких. Ты укореняешься в этих картинках. И принимаешь проблему таким образом. Начиная говорить о ней. А что я теперь буду делать? А что же я теперь буду делать? Но моя задача в это время задавать правильные вопросы. Не что я буду делать, а что Иисус уже сделал. Потому что я получаю не по своим делам, а по его завету. А он получил. Значит и я получил. Аллилуйя. Иакова 1.12 написано. Блажен человек, который перерозит искушение. Потому что быв испытан. Он получит винить жизни, которую обещал Господь любящим его. Только любящие его способны пережить искушение. Только любящие Бога способны пережить искушение. И когда приходят испытания, просто ты стоишь перед выбором. Кого ты любишь? Любишь ли ты Бога? Если любишь, то оставайся на месте. Продолжай верить. Если нет, то ты начинаешь уповать на свою плоть. Пытаясь себя как-то защитить, обгородить. Повторюсь еще. Откровение 2.10 там написано. Не бойся ничего. Что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней десять. Будет верен до смерти и дам тебе винить жизни. Он говорит, продолжай верным оставаться. Продолжай оставаться верным. Верь до конца. И я дам тебе винить жизни. Ты получишь благословение. Ты получишь обещание. То, что я обещал. Потому что я живу. Аминь. Иоанна 16.33 написано. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Он говорил, я победил все обстоятельства. Проблем. Бог победил все проблемы, которые восстают против тебя. Тебе нужно просто научиться отделять давление от проблемы. Проблему Иисус уже победил. Тебе нужно просто понять, что во время этого давления, что тебе нужно делать. И вы знаете, дело не в том, что мы знаем. Дело в том, что мы делаем. Мы все все знаем. Мы отучились, магистратуру закончили. Мы все знаем. Но не делаем почему-то. В современном переводе это местописание звучит так. Иисус говорит, я лишил обстоятельства силы причинить тебе вред. Говорит, будете иметь в мире скорбь, но я лишил обстоятельства и эти силы причинить тебе вред. Вреда не будет. Они пройдут мимо. Воды раступятся. В огонь зайдешь и не попалит тебя. Я лишил его силы. Я решаю. Бог говорит. Тебе нужно просто научиться действовать в этом давлении. Нам нужно научиться отделять давление от проблемы. Это разные вещи. Давление приходит для того, чтобы мы приняли проблему. И Иисус решил все проблемы. Аминь. Дальше. Терпение. Про искушение и про скорбь увидели, да? Что происходит и как нам нужно себя вести? Теперь терпение. Рильминам 15.4 написано. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Как же я могу сохранять эту невидимую надежду во время этого давления? Терпением и утешением из Писаний. Я не размышляю о проблеме. Я укореняю в Слове Божьем, в обетованиях, что Бог делает в это время. Что Бог говорит. Что мне нужно делать в это время. Он говорит, оставайся в мире. Я все решил. Оставайся в мире. Оставайся в покое. Я уже все сделал. Продолжай верить. Римлянам 12.12. Утешайтесь надеждой. В скорби будьте терпеливы. В молитве постоянные. Я когда молюсь в духе, у меня было такое состояние, когда меня как будто... Ну, помните, я рассказал про печаль? Такое состояние, как будто палками тебя побегает. Откуда я знаю? Потому что сам проходил через это. И я помню совсем недавно, когда давление это затянулось, ответа нету, и еще там с кем-то в конфликт вошел. Вообще твоя вера остановилась. И думаешь вообще, вот послал Бог брата. Теперь вообще, как из этого выходить? Надо же с ним примириться. Примиряясь с ним, восстанавливаешь свою веру, потому что ожидаешь. Прощаешь его верой, прощаешь. Принимаешь его как брата, потому что понимаешь, что я принимаю от Господа. Я не имею права его не простить. Я должен занять правильную позицию. Я должен исполнять слово Божье, как оно говорит, что мне нужно делать. И я помню, да, простите, я его просил, но что-то веры нету. И я лежу побитый на этом диване. Ко мне заходят, лучше ко мне не заходите. Потому что сейчас, может, что-то продолжится. Все, меня закрыли, короче, я лежу. И я начинаю просто брать и молиться в духе на языках. Молюсь в духе, молюсь в духе, молюсь в духе, молюсь в духе. И в Иуде написано, вы, возлюбленные, молясь в духе, святом, назидайте себя на святейше в вере, возрастая в любви Божьей. И я молился, часик помолился, лежа на диване. И я чувствую, о, любовь к Богу пришла. Я чувствую, что Бог меня любит. Он меня прощает. Все нормально. Вера появилась. И через полтора часа я уже скачу по комнате. Я тебе запрещаю, я связываю, я говорю во имя Иисуса, отдай. Это мое, я принимаю. Иисус, слава тебе. Через три часа я уже на небе. Небо на земле. Я уже совсем другой человек. У меня уже силы есть, все есть. Потому что Бог, Он всем необходимо снарядил нас. Но нам нужно это применять в своей жизни. Аминь. Наша невидимая надежда, это я, то есть это кровь завета. И я читал бытие, где Бог заключил завет с Авраамом. И там написано в 15 главе, я не буду читать, там написано, что Бог там пришел, показал Аврааму звезды, показал ему там много чего и говорит, вот столько будет у тебя наследников, вот такая будет у тебя земля. И написано, Авраам поверил, и это вменилось ему в праведность. И потом следующим стихом написано, Авраам говорит, а почем я узнаю, что я буду обладать этим? И я когда это читаю, говорю, Господь, а почем я узнаю, что я буду этим обладать? А ну скажи мне, почем я узнаю? Ну я же не вижу ничего, что вообще это может произойти. Почем я узнаю, что эти обетования способны... Почем я узнаю? Хотите узнать, почем вы можете узнать? И дальше он говорит Аврааму, возьми мне трехлетнюю телесу, трехлетнюю козу, овна там, горлесу, голубя, расшлини их. И написано, пришел Бог и на этой крови поклялся Аврааму. Это ветхий завет. А мы в новом живем, где он поклялся на крови своего сына. И когда я спросил, Господь, почем я узнаю, что я буду обладать этим? Бог мне говорит, смотри на кровь. Смотри на кровь завета. Я поклялся на крови завета. Я это исполню. Я почитаю кровь завета. Я почитаю ее. Отец пролил кровь и заключил завет. И нам необходимо смотреть на кровь завета, которую пролил Иисус за нас. Римлянам 8, 24, 25 написано. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видеть, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Он говорит, надежда дает силу терпеть. И я как-то просто себя анализировал. Вот представьте такую ситуацию. Сидит наркоман дома. Здесь мало наркоманов. Сидит наркоман дома, и его мама закрыла под замком. И сказала, все, я тебя теперь никуда не выпущу, хватит мне. И он сидит день, два, три, и ему плохо. Ему плохо. Его там начинают кумарить. И он звонит одному там своему другу. Вдруг как-то телефон у него там пробил там, где-то заныкал. Мама там где-то не увидела. Он позвонил, говорит, друг, есть что-то? Он говорит, есть. Выручай. Три дня сижу вообще тут закрытый. Он говорит, хорошо, сейчас там сделаем. Я тебе принесу. И когда он ему это сказал, вдруг у него появляются силы терпеть. Он уже живой такой становится. На кухне уже может выйти. Тут до этого лежал. А тут уже на кухне может выйти, там по холодильничку пройтись. Там еще куда-то. Потому что у него есть надежда. У него появляются силы терпеть. Надежда дает силу терпеть. Точно так же больной с аппендицитом. У него там хронический приступ. Он говорит, все, не могу терпеть. Помогите. Тут кто-то прибегает из родных, говорит, знаешь что, я только что вызвал скорую. Потерпи, сейчас она приедет. Но вдруг скорая едет не 5 минут, а 25, 35, 45. Ну мало ли, что произошло там. По каме, там машина освободилась. Может в пробку попала или еще что-то там на светофоре застряло. По каме, это... Но у человека есть силы терпеть. Он крепится, потому что ожидает сейчас, с минуты на минуту, с минуты на минуту. С минутами идут 10 минут, 15, 30, час. Но у него есть надежда. Как в мире говорят, надежда умирает последней. Надежда дает силу терпеть. И моя надежда – Иисус, который идет ко мне. Он идет с этими обетованиями. Если я верю, Он идет ко мне. Аминь. Хорошо. Первое фессаллики, 7, 1, 3. Написано. Я непрестанно помятую ваше дело веры и труп любви и терпение упования на Господа, нашего Иисуса Христа пред Отцом и Богом нашим. Павел говорит. Я, говорит, непрестанно помню ваше дело веры, труд любви. Потому что для того, чтобы вера двигалась, тебе нужно хранить себя в любви. К Богу и к человеку, к ближним. Ни с кем в конфликт не завязываться. Прощать сразу же, потому что ты ожидаешь от Бога. Он говорит. И терпение упования на Господа перед Отцом. Отец смотрит в то время, когда ты стоишь и уповаешь. И вы знаете, наше терпение, это не просто мы крепимся. Знаете, как там, ну что ты тут крепишься, терпишь? Я не на себя уповаю. Мое терпение, я уповаю на Господа. Я не в себе ищу силы. Я на Господа уповаю. Моя надежда живая. Он придет, как он обещал в своем слове. Аминь. Мы не просто терпим. Мы терпим, уповая на Господа. И еще написано, перед Отцом. Отец наблюдает, как мы верим. Второй философии Солоникистом 3.5 написано. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божью и в терпение Христова. И я понимаю, что терпение Христова в любви Божьей. Христос был способен терпеть, потому что Он знал, что Отец Его любит. И ты будешь способен терпеть, когда ты будешь знать, что Отец тебя любит. Отец тебя любит. Римлянам 5. То, что мы читали. С 5 стиха здесь написано. А надежда не постижает, потому что любовь Божья извела сердца наши Духом Святым данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог говорит, я люблю вас. Ты еще грешником был, я тебя уже возлюбил. А ты уже ко мне пришел, покаялся. Знаешь меня. Сколько лет ты верный. Да, бывают моменты, когда мы ведем неправедную... Но есть кровь завета, которая способна омыть тебя. Возвращайся к Господу. Получай это освобождение. Получай прощение. И продолжай дальше верить. Принимай. Не пропускай мимо. Продолжай дальше. Принимай. Евреям 10, 35, 39 написано. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью. Получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же, не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Первое Коринфянам написано 1, 6. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. Спасение приходит во время утешения, когда я в Господе ищу утешения. Написано в Библии, да, есть такое место, утешайся Господом, и Он исполнит желание твоего сердца, и я в нем ищу это утешение. И спасение приходит во время утешения, потому что именно в это время я терплю эти страдания. Но я не просто терплю, креплюсь, я утешаюсь в Господе, я в нем ищу силу, я пребываю в нем, не у телевизора или у холодильника. Да, есть люди нервничают, раз, хоп, а в холодильник опустошил, полегчало. Спасение совершается во время утешения, когда мы терпим упование на Господа. Хорошо, рассмотрим веру Авраама. Римлянам 4, 17, 22. Написано, как написано, я поставил тебя, отцом многих народов, перед Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующим, как существующим. Он поверил в Бога чудес, который способен творить такие чудеса. Он способен воскрешать мертвых. И Бог, который называет несуществующим существующим. И он тоже так же нам говорит, когда я принял верой, это просто то, о чем я молился и просил. Я с этого момента начинаю называть несуществующим существующим. Я говорю, у меня это уже есть. Оно у меня есть. Сейчас только процесс, когда оно должно ко мне приехать. Все, доставиться. Моя задача просто оставаться в вере, быть на месте, не прозевать. Написано, что Авраам сверх надежды, поверил с надеждой. В современном переводе написано, видимой надежды не было, но он нашел надежду. Он нашел надежду на обещание Божьем, где Бог заключил с ним завет на крови. Написано, сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному. Я тоже так же беру обетование, говорю, Господь, Ты сказал. Я верю в это обетование, по сказанному будет мне. По сказанному будет мне. Написано, и не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба сарена в омертвении. Написано, он не изнемог в вере, потому что он не помышлял. Помните, я говорил, что не про то думал. Почему соблазняется? Потому что не про то думаешь. Ты не можешь ни о чем не помышлять. Чтобы об этом не помышлять, тебе нужно о чем-то другом помышлять. И в притчах 4 главе там написано, сын мой, словам моим внимай, к речам моим преклони ухо твое, к чьим речам наши уши преклонены во время искушения, во время давления. Кого мы слушаем? Телевизор, окружающих нас людей, даже есть братья и сестры, которые приходят и говорят, слышишь? Ну, под лежачий камень вода не бежит. Иди в другую церковь ищи там себе жениха. Надо что-то делать. И ты думаешь, ну да, духовный же брат или сестра подошли и сказали, надо делать. Но на самом деле, я верю, что сила Божья способна это чудо произвести. Сила Божья способна, если это было больше воля, с другой церкви привести человека. Аллилуйя. Он говорит, да не от хули, это не от глаз твоих, храни их внутри сердца своего. И когда я пребываю в этом слове, я храню его в своем сердце, я дорожу этим. Я замечал, что раз там сутки возле телевизора повисел, и куда-то эта вера вымылась, вымылась куда-то. Ты уже не так доверяешь, ты уже не так, а потом раз за этим сразу и давление приходит. И ты уже ведешь себя какой-то раздраженный, не понимаешь, что происходит, все виноваты. Как поступать, не знаешь. Потому что ты просто не бодрствовал в это время. Хорошо. 20 стих написано. Авраам не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздал славу Богу, будучи вполне уверен, что он силен, и исполнить обещанное. Написано, что Авраам не поколебался в вере, неверием, потому что пребыл тверд, воздал славу Богу. Для того, чтобы стоять во время давления, чтобы не колебаться, благодари, славь, включай прославление. Через силу начинай выводить себя просто на эту позицию. Силой просто бери себя, как барон Мюнхгаузен, и вытягивай себя из болота. Евреям 11.11 написано. Верою и сама Сара, будучи неплодно, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Сила была высвобождена тогда, когда она знала, что верен обещавший. Но для того, чтобы ты знал, что верен обещавший, тебе нужно проводить время в Слове Божьем, но во время давления, обстоятельства тебе говорят, да где же он верный? Сколько же можно ждать? И тебе еще говорят, ты давай думай, что мы будем делать завтра, если это не произойдет. А я говорю, я уже знаю, что я буду делать. Я буду еще больше славить. Еще больше. Идут на тебя, обижаются, уходят в другую комнату. И приходит Слава Божья. Аллилуйя. Хорошо. Заключение. Путь веры или дела веры, это делать то, подчеркиваю, делать то, что говорит нам Слово Божье в периоды ожидания, когда приходят давления, печали и скорби, доверяя Божьей любви и Его благости. Не знать, а делать. 1 Тимофея 4.6 написано. Внушая себе братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением. Слова веры, они питают. Я вам давал эти местописания, чтобы вы для себя их выписали. И когда будет приходить давление, смотрели в них. Смотрели в них, это поможет вам. Там вы будете видеть конкретно, что от вас требуется. Где вы находитесь, в какой позиции, какая ваша часть. Это практические действия для вашей веры. Слова веры питают. Нам нужно понять, что Бог от нас ожидает период скорби. И делать это. Дело не в том, что мы знаем, а в том, что мы делаем. Нам нужно радоваться в Господе. Победа уже совершилась. Дьявол ничего не может сделать, если у нас есть вера. Аминь. И 1 Иоанна 5.4 написано. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Если я есть победа победившая, мир, вера наша. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok